Привет, мои дорогие! Наконец-то мы с вами увиделись! У меня ощущение, будто бы я не видела вас просто 100 миллионов лет! Прошу прощения, что пропустила аж целые 3 выпуска! 3 выпуска! С ума сойти можно! Ощущение, как будто бы 33 выпуска пропустила! Поздравляю вас с уже наступившим Новым Годом! Я действительно очень хотела вас поздравить с наступающим Новым Годом! Уже прям приготовилась, села, включила камеру, думаю, сейчас буду поздравлять девчонок! И тут отвлеклась! Подарки, суета! Туда поехать нужно, купить подарки сюда! Платье, придумать что-то с костюмом! У нас есть традиция, каждый Новый Год мы делаем костюмированные вечеринки! Это обязательное условие участия в нашем празднике! И поэтому, конечно, у меня была голова просто забита костюмом, который у нас будет в этот Новый Год! И те, кто подписан на меня в Инстаграме, Ирина Корнева в Эдинг, наверняка уже увидели наш выход в новогоднюю ночь! Мы заняли первое место, получили медаль, кстати говоря, за первое место, за лучший костюм, еще одну медаль получили за второе место, за лучший выход! В общем, классно встретили Новый Год! Реально на позитиве, бодрячком мы начинаем с вами готовиться к вашей свадьбе! Наконец-таки, дождалась! А в то время, пока я отсутствовала, у нас произошло достаточно много реально классных событий! Первое суперское событие, девчонки, нас 9000! Понимаете? 9000 человек! И все эти люди, которые... Это сегодня невесты, которые готовятся к своим свадьбам! Вот, ну, буквально в каждом там уголочке, не только нашей страны, но и других стран, готовятся, смотрят блоги, что-то берут на заметочку, общаются друг с другом, может быть, где-то, как-то, но это очень круто! Вы можете себе представить? 9000 человек вместе с нами готовятся к своей свадьбе! Сейчас уже даже больше, уже 9100 человек, еще больше людей стало! Дальше, второе событие! А нас в чате невест уже 150 человек! Это 150 невест, которые ежедневно общаются, обмениваются опытом, фотографиями, обмениваются какими-то своими мнениями! В общем, бесконечное, круглосуточное общение у нас в чате невест! И это действительно интересно! То есть я периодически захожу, читаю, и понимаю, что действительно затрагиваются такие очень актуальные темы, которые я даже беру на заметочку и думаю, что буду записывать периодически выпуски еще и на те темы, которые обсуждаются в чате невест! И еще одно событие! Мы выдали уже две невесты из чата невест замуж! Уже все вместе поддержали, практически отправили! Отправили в новую жизнь, в новый статус с девчонками уже двух невест, причем абсолютно в разных уголках мира находятся эти две невесты! И вот-вот третья невеста тоже с нашего чата невеста отправится замуж! Тоже будем всем миром практически ее поддерживать! В общем, событий произошло много, впереди еще Рождество! Я поздравляю вас с наступающим Рождеством! И, конечно же, ну, не могла я не сделать вам подарочек! Все-таки все делают подарочки, я тоже должна подарочек вам сделать! Сегодня я затронула довольно-таки такую актуальную тему, которую, кстати говоря, недавно девчонки тоже обсуждали в чате невест! Тема приглашения гостей, тема непонимания в чем-то, да, где-то, что-то, как-то! И досмотрите это видео до конца, я вам дам подарочек, который, вот, про который, в общем-то, сейчас я вам начала рассказывать! О чем пойдет речь, в конце вы узнаете! А сегодня я хочу ответить на вопрос от невесты, которая, в общем-то, задала вопрос, ну, уже прошло, неделя уже прошла, в тот момент, когда я только хотела до Нового года записать этот выпуск, прошло там буквально два дня или там чуть меньше даже, сейчас уже неделя! Итак, вопрос звучит следующим образом, задала вопрос Татьяна, она спрашивает следующее! Наша свадьба состоится в июле 2018 года, мы всегда мечтали о шатере и красивой выездной регистрации! Шатер мы нашли, в очень красивом месте, цены немного кусались, так как депозит получился большим для нашего количества гостей, нам предложили вариант проведения свадьбы в четверг или в воскресенье с очень приятной скидкой! Мы на радость их согласились, на воскресенье подписали договор! Когда начали сообщать новости родственникам, несколько достаточно близких нам людей, не родители, внимание, высказались крайне негативно, говорят, что свадьба будет скучной и унылой, так как в понедельник многим на работу! Теперь я вся в смятении, что же мне делать, перенести свадьбу и подумать о гостях, или все-таки сделать, как выгодно нам? Как по мне, так традиции проводить свадьбу в пятницу и субботу уже устарели, да и скидка очень привлекательная! Ну и о гостях, наверное, стоило сначала подумать, что можете посоветовать в такой ситуации! Поехали! Татьяна, я, конечно, когда прочитала ваше письмо, у меня просто, знаете, так захлыснула волна абсолютно разноплановых эмоций! Первый вопрос, который у меня возник в голове, почему свадьба будет скучной? Ну, с какой стати она будет скучной и унылой? Ну, это вообще не зависит от дня недели, когда будет свадьба! Свадьба может быть в понедельник, и она может взорвать просто все вокруг, по сравнению там со свадьбой, не знаю, в субботу, например, или в пятницу! Поэтому, ну, это вообще ни капельки не зависит! Второе, вы говорите, что вам кажется, что свадьбы в пятницу и в субботу устарели, это не так! Это неправда! Это не так! И в пятницу, и в субботу, и в понедельник, и в среду, и в любой день недели люди женятся! И здесь нет такого, что, не, ну это уже, не-не-не, ну это моветон, жениться в субботу! Что, ты женишься в субботу? Сколько тебе лет? Нет, это неправда! Пятница, суббота, в любые дни недели люди женятся, и ничего не устарело! И третий момент, конечно, меня очень сильно возмутила вот эта вот сама ситуация, что гости, гостям их пригласили на свадьбу, и они еще и руки в боки, мол, а почему вы выбрали такой день? Что это такое вообще? Почему со мной не посоветовались? С какой стати я буду с тобой советоваться? Это моя свадьба! Я невеста, это мой жених! И мы решили, что это будет в этот день! Все! Просто смиритесь и приезжайте, дарите подарки, разделяйте с нами этот день, радуйтесь за нас! Почему мы должны с тобой советоваться, когда будет свадьба? Ну почему? Ну вот, кстати, да, вот почему? Почему? Вообще, вот эта ситуация с отношениями, с близкими отношениями и с подачей некоторых близких людей по отношению к молодоженам, ну, меня, конечно, возмущает с периодичностью, потому что, ну, конечно, это удивительная история. Ну, ладно, в общем, рассмусоливать и рассуждать можно очень долго, тем не менее, в вашем случае есть два пути, два решения. Первый путь, первое решение – это делать свадьбу для себя, то есть забить вообще на мнение близких, какие бы близкие они ни были, это ваша свадьба, и вам решать, в какой день вам жениться, хоть ночью. Это ваша свадьба, еще раз повторюсь. И тут либо они хотят с вами разделить этот день, либо они не хотят отделить с вами этот день. Все! Не хотят? Ну, ребят, ну, извините, значит, не хотите. Хотят? Классно, welcome, будем рады вас видеть. Вы знаете, вот я в силу того, что я частенько бываю на свадьбах, вы удивитесь, но я часто бываю на свадьбах, я вижу, конечно, абсолютно разные отношения к этому дню со стороны близких людей, и периодически меня что-то восхищает, что-то возмущает. Например, у меня есть большое количество примеров перед глазами, когда люди летят там с другого конца света, планируют свой отпуск специально под этот день, покупают билеты на самолет, там оплачивают самостоятельно гостиницу свою, покупают себе платье под стать этому дню, плюс привозят подарок какой-то, денежный, неденежный, неважно. Но, тем не менее, они реально вкладываются в то, чтобы побывать в этот день рядом с молодоженами, чтобы разделить вот этот праздник с людьми, чтобы увидеть эти эмоции, чтобы поздравить молодоженов. И это восхищает, потому что, например, у меня есть знакомые, там есть пары, которые делали свадьбу даже не в России, которые делали там свадьбу на островах, и они гостей пригласили туда. И гости понимали, что ага, нам нужно будет оплатить билеты, нам нужно будет оплатить там гостиницу и так далее. И они это делали, и у них не было вопросов, и они там не говорили о том, что, а что это я должен вообще, я не собираюсь тут. Понятно, что, ну, у них есть такая возможность, может быть, они копили, может быть, они собирали, не суть важна, но их предупредили, и они ждали этот день, и они отложили все дела абсолютно, чтобы быть в этот день с молодоженами, бывают такие ситуации, что там невеста говорит своим близким там или подружкам, говорит, вот у меня свадьба в таком-то цвете или в таком-то стиле, мне бы очень хотелось, чтобы вы были вот в таком цвете, и девчонки специально покупают какие-то определенные платья, опять же вкладываются, да, специально ездят по магазинам, выбирают эти платья, чтобы невесте угодить, чтобы невесте было приятно, что вот в этот день, в самый важный для нее день, потому что, ну будем честны, для каждой девочки, кто бы что ни говорил, я просто видела много разных высказываний со стороны именно мужчин, что это не самый важный день, кто бы что ни говорил, для невесты, для девочки, это действительно очень важный день, и каждой девочке хочется, чтобы все было идеально, и когда ее поддерживают, когда с ней разделяют вот эти эмоции, это ну реально приятно, но далеко ходить не надо, перекладывая на себя, да, у нас ежегодно, как я уже говорила, есть новогодние вечеринки, мы к ним готовимся, мы специально готовим костюмы, мы ждем, мы продумываем для того, чтобы в этот день вот быть в определенном костюме, потому что мы знаем, что есть такие правила, и мы не фыркаем, мы не там не воротим носом, потому что вот нам сказали, и мы понимаем, что это нужно сделать, и все, это не обсуждается. Есть такие гости, которые специально там берут выходные, отпуск, там берут выходные специально, чтобы на следующий день там не выходить на работу, когда свадьба в будний день, то есть они приезжают и в этот день, и на следующий день там отпрашиваются за свой счет и так далее, просто потому что это ценно, для людей это ценно. А почему это ценно? Да потому что, если подумать, ведь не так просто действительно встретить вторую половинку, но будем честны, вы знаете, у меня, опять же, наверное, в силу профессии действительно есть знакомый, и я уверена, что, к сожалению, в нашем мире очень много несчастных людей, к сожалению, несчастных в личных отношениях людей, либо людей, которые не могут встретить свою вторую половинку, и среди моих там подруг тоже есть такие девушки, которые не могут встретить того самого человека, они годами ищут и не могут найти, либо девушки, которые встречают вторую половинку, казалось бы, что это вторая половинка, но получается, что это не тот человек, и они несчастны от того, что им некомфортно с этим человеком, они хотят что-то поменять, и опять же, они чувствуют себя несчастными, но когда, опять же, когда ваши близкие, ваши родственники понимают, что вы уже долгое время вместе, что он тот самый человек, которого не так просто найти, не так просто среди там 7 миллиардов людей найти того самого человека, это правда, чтобы прожить с ним всю жизнь, чтобы всю жизнь идти рука об руку, дожить до старости и в старости сидеть и обсуждать, как у нас было, как прошла наша жизнь, это не так просто, и вот если ваши близкие люди, подруги, те люди, которые вам высказали, если они этого не осознают, это очень жаль, это реально жаль, потому что это большая ценность, действительно, большая ценность, что вы нашли друг друга, и очень хочется верить, что вы те самые люди, которые действительно встретили друг друга один раз и на всю жизнь, что это тот человек, с которым вы будете на протяжении долгих-долгих-долгих лет жить вместе и, повторюсь, идти рука об руку. Очень жаль, если они этого не понимают, они не понимают ценности этих отношений, и если вот копать так глубоко, какая разница, в какой день это будет, какая разница в пятницу, в субботу, в воскресенье, в понедельник, это важный день, и все, это не обсуждается. Ну, если все-таки пойти по другому пути, да, по второму пути решения и делать свадьбу не для себя, а все-таки учитывать мнение близких людей, да, я понимаю, что вас тревожит этот вопрос, то есть опять же решение. Почему ваши близкие беспокоятся, что свадьба будет в воскресенье? Почему они заявляют, что она будет скучной и унылой? Потому что, как они говорят, нам с утра на следующий день на работу, да, мы не сможем выпить, мы не сможем там хорошо провести время, погулять. Окей, есть решение, почему бы не начать свадьбу раньше? Предположим, вы начинаете выездную церемонию там в 12.00 или в час дня, таким образом свадьба у вас начинается в 2 часа дня, то есть в 8 вечера ваша свадьба закончится, все, им хватит времени для того, чтобы выспаться, для того, чтобы прийти в себя и на следующий день пойти на работу? Ну, если им не хочется брать выходной, не хочется ничего делать для того, чтобы ваша свадьба состоялась, да, для того, чтобы там сделать какой-то вклад в ваш день, наверное, хватит все-таки, да, времени, если они в 8 закончат и в 9 все разъедутся, приедут домой там полдесятого в 10 и лягут спать. Ну, наверное, хватит, да, времени, я так думаю. Поэтому, ну, как вариант, можно начать свадьбу раньше без проблем и таким образом вы угодите абсолютно всем. Тут еще понимаете, какой момент, момент в том, что, наверное, было бы здорово немножечко задействовать ваших гостей, то есть даже вот такие скептически настроенные люди, близкие люди, да, которые, ну, не хотят делать какой-то вклад, любого человека можно настроить при правильной подаче, так скажем, информации. То есть если ваши гости будут видеть, что для вас это действительно важно, если вы периодически вашим гостям, может быть, будете посылать какие-то заметочки, так скажем, например, может быть, сделайте какую-то там закрытую группу ВКонтакте или, если они есть, близкие люди, да, ВКонтакте, или просто отправлять какие-то письма, там, сообщения о том, что вот до нашей свадьбы осталось 6 месяцев, мы сделали уже это и это, и мы очень хотим, чтобы у нас было то-то, то-то, и мы будем очень рады, если вы нам в этом поможете. Дальше там, до нашей свадьбы осталось 5 месяцев, и вы знаете, мы придумали вот такую-то идею, и будет так классно, если вы поучаствуете, если вы сделаете какой-нибудь там творческий вклад вот в то, что мы придумали, это будет очень здорово. Дальше там, до нашей свадьбы осталось 4 месяца, мы решили, что у нас будет вот такой-то цвет, мы будем счастливы, если вы поддержите тематику вот этого цвета и так далее, и так далее. То есть каждый раз такая, знаете, небольшая капелька напоминания о том, что скоро свадьба, скоро свадьба, и что для вас это действительно важно, и что вы проделываете какую-то работу, и я думаю, что даже самое черствое сердце растает от того, что увидит, как вы небезразлично к этому относитесь, и сколько всего вы делаете для того, чтобы этот день состоялся, и он был идеальным, именно таким, о котором вы всегда мечтали. Я думаю, что даже те родственники, которые были изначально против чего-либо, они вас поддержат и, может быть, внесут какой-то вклад в то, чтобы ваш день состоялся, и он был прекрасен. Вы знаете, я знаю, что среди моих подписчиков есть такие девчонки, которые хотели бы сделать свадьбу в европейском стиле, хотели бы сделать современную свадьбу, но они переживают, что старшее поколение или гости, которые, может быть, приедут откуда-то издалека, может быть, из провинции приедут, что они не поймут вот такого плана свадьбы, выездную церемонию, и вообще все современные вещи, которые делаются. И вот в этом выпуске я вот как раз-таки дала одно из решений, как можно подготовить своих гостей, то есть теми же самыми письмами, да, можно подготавливать потихонечку своих гостей к свадьбе и давать им какие-то напутствия, так скажем, что можно сделать и что вы ждете от них. Также подготовить гостей можно как раз-таки в приглашении. Вообще пригласительное, оно, если правильно составить пригласительное, оно может дать довольно-таки развернутую информацию не только о том, что будет происходить в день свадьбы, но и то, что вы ждете, в принципе, от гостей в плане подготовки. И вот как раз, чтобы немножечко облегчить ваш труд, я сделала заготовочку одного из пригласительных, шаблончик такой, который вы сможете скачать, ну, правила все те же самые, в общем-то, вы знакомы, ничего нового, ставим лайк, подписываемся на канал, если еще не подписаны, и скачиваем по ссылочке шаблончик пригласительного, который, я надеюсь, вам пригодится, и вы воспользуетесь им вот сейчас, начиная приглашать своих гостей. Потому что я вижу, что в чате невест это активно обсуждается, не только в чате невест, сейчас как раз-таки все активно начинают оставлять пригласительные на свадьбу, надеюсь, что шаблончик вам пригодится. Все, девчонки, давайте прощаться, поздравляю вас еще раз с наступающим Рождеством, напишите в комментариях, планируете ли вы как-то отмечать Рождество, Старый Новый Год? Просто интересно, у меня есть знакомые, которые, например, планируют там ходить каледовать, есть знакомые, которые планируют гадать в Рождество, будете ли вы что-нибудь такое? Делать интересно, есть ли у вас какие-то такие семейные традиции, которые вы делаете в рождественские, в новогодние праздники. Все, всего хорошего, прощаюсь с вами, спасибо, что посмотрели это видео, спасибо, что поставите мне лайк, поставите же, и спасибо, что не забывайте ставить колокольчик, оповещение о новых видео. Все, пока-пока!